Хей, Ютуб! Всем привет, с вами снова я, Анимен, и добро пожаловать в Патруль в CSGO! Начинается школа, а это означает, что пока вы будете учиться, я буду постепенно очищать CS-ку от читеров. И да, я знаю, чего вы больше всего ждёте. Вы, наверное, меня хотите спросить, где русская водка? Русская водка будет именно выходить в тот момент, когда вы будете в школе, потом приходите спокойно смотреть и радоваться. Поэтому, если вам интересно, то ставьте Ла-Ленсу. И, кстати говоря, вступайте в группу ВКонтакте, потому что она сейчас у нас закрытая стала, и там мы вообще с вами будем обильно общаться. Ну и готовится дискорд-сервак. И инвайт в него на этот дискорд-сервак можно будет получить только если вы будете в группе моей ВКонтакте, потому что все инвайты будут индивидуальными. Вступайте прямо сейчас, ну а я вас не буду долго задерживать. Напишите, как прошла линейка. Я, например, в воскресенье проснулся в каком-то ненормальном состоянии, думал, мне нужно в школу, а потом вспомнил то, что я её уже закончил. Ну что ж, переходим к рассмотрению случая. Let's go! Заходи на сайт Тандерпик и выбирай любимую команду. Делай лайв-ставки и следи за матчами в прямом эфире. Быстро пополняй счёт, а также выводи свой выигрыш. Ежедневные конкурсы. Всё это тебя ждёт на Тандерпик. Не забывай использовать мой промокод Анимен. Найдёшь его в описании и в закреплённом комментарии. По классике я уже в понедельник начинаю именно с патруля. Обычно на моём канале в этот день ролики не выходят. Но я решил сентябрь провести с вами, то бишь выпускать ролики каждый день. Надеюсь, у меня это получится. Но мне даже здесь не пришлось включать подсветку. Вы сами видели то, что было. Два хэдшота подряд и просто-напросто с самого старта, с самого старта я могу уже ему выдать бан. Знаете, вы увидите самый быстрый бан в истории CSGO. Потому что здесь уже становится всё понятно. Я, конечно, для того, чтобы вы поняли, что я не прикалываюсь и доказал вам, что это читер, грублю подсветку и вы сами увидите, как этот парень прекрасно наводится. Тут можно пощать... пощать. Ага. Пощать. Понять по счёту, потому что у него 33 убийства, 3 смерти и 13... А нет, 33 убийства, 3 помощи и 13 смертей. Счёт 74. Распрыжка. Также автоматическая, как вы можете заметить. А это означает то, что есть другие вспомогательные средства. Вот если бы я до этого момента на самом деле не дошёл, я бы не знал, стоит ли ему кидать репорт по этому пункту или нет. Но, как вы понимаете... Я вам ещё один раунд точно покажу, чтобы вы поняли. Блин, как он, да? Жёстко, жёстко. Прям на мувик. Тупо на мувик, я бы сказал. Ну что ж, давайте смотреть, что будет дальше. Посмотрим, что будет подозреваемый делать. Посмотрим последний раунд и переходим к такому... Да. Ага. Ну давай! Да ты серьёзно, что ли? Он... он, видимо, не понял то, что там стенка ещё. Потому что террорист стоит немножко справа от той позиции, где обычно авапер стоит. Давайте наблюдать. Снизу выходит у нас бот Мул. Его, естественно, подозреваемый забирает, использует при этом скара-стрелку. Но очень мне нравится то, что здесь нету крутилки. Но здесь жёсткая ВХ. Я вот смотрю и, по-моему, АИМа как раз-таки у него нет. Хотя, может быть, на кнопку что-нибудь забинжено. Давайте ещё, вот сейчас точно, последний раунд и перейдём к следующей демке. Я не хочу вас задерживать. Он просто наводится, но я не вижу, чтобы прицел прилеплялся. То есть, возможно, это только ВХ и другие вспомогательные средства. А может быть, просто АИМ настроен так, что он целится именно на тело. И, естественно, создаётся такой эффект, что он не палится. Давайте досмотрим этот раунд. Он остался один. Сейчас будет просто минус три от читера. Ну, конечно, конечно, конечно. Он на чеках, на чеках. Мне интересно, зачем притворяться после того, как ты уже спалился. Ну что ж, друзья. Давайте перемотаем демку и, наверное, вынесем с вами вердикт. Если вы хотите вступить в группу ВКонтакте, то под этим постом, да, и ребята, которые это смотрят из группы ВК, отпишите. Потому что те, кто захочет добавиться ко мне в друзья, я добавлю подписчиков в друзьяшки в ВКонтакте. Потому что ВК у меня простаивает, а посты на стенку надо для кого-то выкладывать. Ладно, помощь прицеливании я вот честно скажу. То есть, я здесь хочу кликнуть недостаточно доказательств. Естественно, вы будете агриться, возможно, в комментариях за то, что я впендюрил этот пункт. Но реально. Ну что, пацаны, как вы поняли, я ошибся. Оказалось, то, что все-таки АИМ у него присутствует. Уже на монтаже я замедлил видео в несколько раз и смог отсмотреть те моменты, на которых он использует читы. А именно, АИМ. В общем, этот читер меня обманул. Ну а мы двигаемся дальше. Давайте уже, наконец, вынесем вердикт. Помощь в обнаружении, естественно, была. Другие вспомогательные средства, естественно, была. Препятствование в нормальной игре. Вел себя вредительски, неспортивно или асоциально. Неспортивное поведение как раз-таки-то и включает в себя то, что ты используешь какие-то читы. Так что этот пункт, по сути, тоже подходит. Естественно, многие думают, что если он начал стрелять по своим тиммейтам, это и есть препятствие нормальной игре. Нет, на самом деле, ребята, вот этот вот неспортивно. Это означает то, что если он с читами, значит, и этот пункт тоже под него подходит. Поэтому обязательно кликайте всегда вот эту вот штучку. Это прям всегда нужно. Это мелкое нарушение, но, я думаю, стоит. Стоит, стоит за это тоже ухватиться. Опубликовываем вердикт и переходим к следующей демке. Ну что, друзья, у нас достаточно интересная карта. Это TheCash. Не очень часто попадаются читеры на этой карте. Давайте посмотрим насчет подозреваемого. И, в принципе, 15.0.11. Ничего такого сверхъестественного, по крайней мере, для седьмого раунда. У них еще при этом и... Опа, опа, опа! Блин, я насчет засмотрелся. Также он переключается на бота прямо сейчас. И давайте смотреть. На той стороне также играет бот. Видимо, ливнули. Видимо, ливнули что на той стороне, что на стороне ктшников люди просто-напросто не выдержали, видимо. Естественно, один уже в мейне, а другой смотрит с тачки. Вау! Хороший хэдшот только что был. Хороший хэдшот. Давайте-ка мы посмотрим, как он заберет другого товарища. Но это дефолт, и здесь подозреваемый умирает. Но пока что я ничего сверхъестественного реально не вижу такого. Начинается очень интересный врыв от нашего читера. Как вы видите, на пленту находятся три террориста. Он также берет в руки сейчас юсп. И, возможно, будет прям дичайший, эпичный какой-то влет, но... Нормальный минус. Ну, честно, не особо он, конечно, эпичный был, но минус нормальный. И, как бы, я не видел, чтобы он как-то заранее наводился. Пока что, пока что, это один из самых честных вообще... Ну, нормальный минус снова. Типа, как бы, он чекает те позиции, которые обычно всегда чекают. То есть я на подъеме тоже всегда чекаю именно так. Он увидел, по-моему, его. Он увидел. То есть он должен его забирать. Ой-ой-ой. Ну, блин. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу придраться. Если у нас попался честный щелик, это просто шикарно. Но тут его ослепило, и он каким-то боком попал. Ослепило его не сильно, как я понимаю. Но давайте посмотрим, что будет дальше происходить. Так, уже на бусте там кто-то есть. Я не видел. Я не понял, как он понял, что кто-то на бусте есть. Видимо, зачекал. Но играет он. Играет он реально. То есть как обычный игрок. Я не вижу какого-то такого жесткого напора от него. Умирает. Естественно, разменивается. Давайте смотреть. Хэдшот. Знаете, странно как-то. Типа, я с щитами просто не особо сильно знаком, но... Ощущение создается в том, что... Он в момент выстрела резко начинает мышку дергать вправо и стреляет. Поэтому я, например, не вижу полный момент именно того, как он целится. Я думаю, нужно подискутировать об этом в группе ВКонтакте. То есть решение... Об этом парне будете принимать вы. Как вы понимаете, теперь я планирую делать такой формат. Первую демку отсматриваю, я его ношу вердикт. А вторую демку уже отсматриваете вы вместе со мной. Слушайте мои комментарии. Иногда я могу ошибаться, поэтому я хочу обсудить, подрубает этот парень или нет, мать его. Давайте посмотрим, что будет сейчас происходить под Б. Очень интересно, очень интересно. Хэдшоты летят, в особенности в ускоренной съемке. Мы снова просрали этот момент. Вернее, я снова просрал этот момент. Так, давайте немножечко подускорим. Вот сейчас будет интересно. Вот сейчас будет интересно. Началась закладка бомбы, и там слышно, как просто-напросто... А нет, бомба не закладывается еще, как ни странно. Подлавливает он его неплохо. То есть подлавливает он его вполне нормально. Выцеливает влево. Но именно в тот момент, когда противник начинает выходить, он начинает целиться немножко вправо. Пропрыгнул нормально зигзаг. Ну что ж, давайте смотреть. Будем надеяться, что что-то у них получится. Вот сейчас, возможно, интересно будет. Нормальные прострелы. Не попадает по противнику, в принципе. Но даже если бы он и попал, то ничего такого прям жесткого я не заметил. Как вы видите, на карте передвигаются все, бегают. И вот сейчас будет интересный момент. Хорошая позиция занята, в принципе. Реально, очень хорошая позиция. Видно, как подозреваемый шумит. То есть он реально, он просто-напросто шумит. Но почему он начинает... Нет, это ВВХ. Это ВВХ, все. Сука такая. Мозги мне пудрил. Мозги не пудрил, а оказалось, что это парень с подробом. В общем, вы сами все видели на протяжении этого времени. И вы должны сами решить сейчас прямо, банить не банить. Какие пункты стоит ему тыкнуть, какие не стоит. Заходите в группу ВКонтакте мою. Подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик. Я желаю вам, чтобы вы... Хорошо? Начали свой учебный год. Естественно, я постараюсь грустные моменты ваши скрасить своими роликами. Ну и что ж, увидимся завтра. И поверьте мне, нужно вступать в группу ВКонтакте, потому что очень много подгонов вас ждет, которые можно будет достать только в моей группе. Ладно, я нажимаю отложить решение. Ну а мы уже увидимся с вами в группе ВК в дискуссиях. До новых встреч, ребята. С вами был, как всегда, я, Анимен. Еще услышимся, YouTube. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.